Осень, это конечно же пора выхода из отпусков у многих, да, у кого школьники, это опять домашняя работа там и так далее, собрания, куча чатов и все остальное. Это заготовки, то есть в принципе такое очень насыщенное время, да. У кого-то бархатный сезон. У кого-то, да, повезло, бархатный сезон. Вот, но мы всегда на позитиве, поэтому, что я хочу сказать. Во-первых, у нас сегодня запуск программы сентября и максимально постарались сделать так, чтобы вы осенью как можно больше времени отдыхали, ловили последние какие-то солнечные денечки, гуляли по лесу, смотрели за эти краски замечательные, да, поэтому будет очень много классных изделий, которые сокращают время на приготовление, которые будут радовать вас цветовой гаммой, будут классные вообще крутые подарки. А со среды у нас стартует программа сентября, то есть с 6 числа по 3 октября у нас будет программа сентября. И самое важное, что я в чате писала сегодня, хочу вам напомнить, только до нашей студии, ну еще, по-моему, до двух студий всего СНГ, то есть у нас три экспериментальные студии, которые мы разрешили за заказ от 1000 рублей всего 100 рублей доставка. У нас сейчас 400 рублей, да, если вы меньше чем на 12 тысяч заказываете, и у нас очень многие консультанты ждали, когда наконец откроется такая вот более-менее оптимальная цена, 100 рублей это вообще замечательно. Я считаю при заказе от 1000 рублей, то есть если вы живете далеко, если у вас родственники, знакомые, друзья, где-то неудобно добираться до студии, то запросто сейчас все пункты СДЭК, да, в Саратове кто, там курьер вообще может по адресу, на любой адрес принести вам заказ. Балаков, Балашов, Вольск, чего там еще у нас, ну в Саратове, понятно, тоже у нас есть доставочка. И временно, сейчас не работают пункты пятерочки, но в ближайшем будущем восстановится, и вы сможете также через пятерочку, потому что пятерочки вообще по всему городу рассеянные, очень удобно там было брать заказы. Вот, так что обязательно пользуйтесь, личные кабинеты есть у всех, кто зарегистрирован, и оповещайте своих знакомых, потому что у нас у многих есть знакомые в соседних городах, и они также могут пользоваться, заказывать себе любимые изделия. Так, а мы с вами, давайте начнем с подарков, главное у нас, помимо гостей на мероприятиях, это же, конечно, рекрутеры, да, то есть те люди, у которых вы знакомите с компанией, которые вам будут потом благодарны всю жизнь. Вот я всегда говорю, вы наверняка помните людей, которые вас познакомили в своем взрыве с компанией, и как-то, добрым словом, вы их периодически вспоминаете, да, вот, и вас также будут вспоминать добрым словом, что вы привели когда-то, познакомились с изделиями, помогли людям как-то лучше жить, комфортнее, да. Всегда компания дает очень хорошие подарки за рекрута, и если вы в сентябре, вот, с 10, ну, с 6 сентября по 3 октября приводите новичка, всех, да, касается, новичок делает два коллекционных заказа в течение всего месяца, это 24 тысячи оборот, 18 тысяч к оплате, да, многие у нас помогают рекрутом, то вы получаете вот такую замечательную бутылочку. Стоимость бутылочки к каталогу, девочки, посмотрите, пожалуйста, потому что она у нас с этого года есть в каталоге, сколько она стоит, бутылочка, 700, да, это для консультантов, да, для зарегистрированных, да, для консультантов, да, для гостей, ну, короче, почти 3 тысячи, почему, у нее очень хороший вот этот полимер тритан, который не бьется, не царапается, ну, практически, да, то есть, по сравнению с другими видами полимера, он очень хорошо всегда стильно смотрится, вот, эту бутылочку уже кто-то не трогал, она, тем не менее, такая вся, блестящая, красивая, как стекло, клапан и возможность подвесить, да, веревочку. У нас вот очень многие спрашивают, как спортивные бутылочки по типу спортивных, и вот как раз эта бутылочка замечательно подойдет. 750 миллилитров, широкое горлышко, да, то есть, в принципе, легко положите там лимончик, травку, и легко так же промоете, у нас специальные бутылочки есть, вот за первого рекрутера у вас будет такая бутылочка. Если вы вдруг привели двух человек, да, и второй человек тоже квалифицировался, тоже сделал два квалифицированных заказа, то вам вообще вот этот крутой подарок, термос для еды, очень его люблю, это дорогостоящие изделия, да, даже по специи не оно стоило, сколько, 3000, да, вот для консультанта. Очень долго сохраняет продукты холодными либо горячими, термос для еды, я считаю, нужен вообще пригодится всем. Летом можно брать вот кто куда-то там в дорогу путешествия, они брали окровушку, да, ну, любой продукт, который вот когда жарко, он здесь сохраняет температуру и дольше ставится свежим. Зимой понятно, вот у кого дети занимаются там на катке, кто-то на природу ходит, то есть периодически надо брать с собой горячую еду, чтобы питаться. Вот, вот такие два замечательных подарка у нас приготовлены для тех, кто приводит в компанию новую. Теперь, следующая группа подарков за предфекционные заказы, то есть и ваш новенький, да, либо вы, если делаете сами заказы за уровень продаж, вам тоже очень хорошие подарки. Первый подарок – это силиконовый скребок широкий, у кого он уже есть? Помешает ли вам второй силиконный скребок? Да, это незаменимое изделие, да, я считаю, потому что, во-первых, ну, понятно, что качество нашего силикона, как бы, всем известно, во-вторых, этот силикон выдерживает температуру больше 200 градусов, то есть вы можете что-то пассеровать, переворачивать в котлеточки, там что-то готовить, да, с этим силиконовым скребочком, перемешивать, не бояться, с ним абсолютно ничего не случится. Единственное, я всегда говорю, не оставлять на сковородочке, потому что вот эта часть, она выдерживает до 80 градусов, то есть здесь могут появиться рубцы, если вы ее оставите, забудите на сковородочке, да. Но, вот у меня этому скребку, сколько, вот когда я пришла в компанию, лет 18 назад, и до сих пор он в таком же идеальном состоянии. Единственное, я всегда говорю, не кладите рядом с ножами, потому что ножи, особенно наши, они очень острые, и вот любая царапина, она со временем, конечно, не до встречи. А если вы будете все правильно делать, то с этим скребком, вот 30 лет он у вас прослужит, поэтому себе, да, там, детям, даже в подарок, это шикарное изделие для подарка, в том числе, за первый квалификационный заказ. Классно? Вообще супер, да, тем более, вот у многих этого скребочка еще и нету. Дальше, завтра у квалификационный заказ, абсолютная новинка. Таня, у тебя есть противень, если хотела, я сейчас померю, я вчера пока рассказывала, сама влюбилась, нового. Вообще супер. То есть, готовим пирожок, сейчас померим. Органайзер объемом 2 литра. Понятно, что тоже пищевой полимер, вы можете здесь смело хранить все печенки, там, зефир, любую еду, да, петербургик с собой, да, выбрать. Да, ну и вы можете, кому не жалко, мужу отдать для запчастей, для гвоздей. Не смейте душу, чтобы не купли, я. Понятно, так вот, но мужчина все жалко. Замечательно, то есть, если вы в силиконовой форме, если печете какой-нибудь пирожочек, то вы можете к детям, там, к подруге, я не знаю, куда, на работу, опять же, повезти. Поэтому я точно знаю, что вы до второго культура все выйдете, потому что, на самом деле, я влюбилась вчера в этот органайзер, такого у нас не было, кстати, ни разу, помню, такого объема. У тебя нет, Таня? Вот, пожалуйста, и противенечек тоже, обратите внимание. Они 2 умещаются на сковородочку. Так, для предметов рукоделия, а? Что продпишу? 2 умещаются на сковородочке. 2 противня умещаются на решетку. На решетку, да. Или большой. Да, 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 спасибо. Вот, так что и цвет такой красивый, благородный, в общем-то, мне кажется, для любого интерьера подойдет. Так, первый, второй. За третий квалификационный заказ набор компактусов в Таню. На самом деле, вот я вам уже показываю, я очень люблю компактусы, но в этом, в сентябре будет вот в таком приятном цвете. Он сейчас модный, я сегодня писала уже в чате. То есть, у нас вот много изделий в таком, так сказать, природные цвета. Сейчас очень много говорят о современном стиле бохо в интерьере, в цветах, в одежде. То есть, такие вот приглушенные, приятные глазу, спокойные оттеночки. Вот у вас могут быть такие компактусы. На самом деле, чем эти крышечки очень удобны. Они, опять, абсолютно герметичные. То есть, хотите вы супчик перевезти, смело в этих компактусах перевезете. Они прямоугольные, очень удобно брать, проходистые. И окошечки прозрачные, то есть, видно содержимое. Для чего вот этот таймер? Такая штучка. Для того, чтобы вы, например, рис, да, сколько у нас сортов риса, вот вы знаете, который у вас дома используется? Ну, как минимум три, наверное, да? Там, я не знаю, краснодарский, какой-нибудь для плова, там индийский, басмати, для суши, роллы, да, и куча всего. Сколько, какой готовить, указано на упаковке. И вот вы переступаете сюда, к примеру, рис, там у вас написано 20 минут он готовится, да? Вы вот здесь себе напоминалочку, что вот этот рис готовится 20 минут, да? Следующий пересыпали сюда, там, я не знаю, какой он долго варится, 40 минут вот поставили. То есть, вы здесь указываете время, которое указано на упаковке, сколько готовить. Вот такая удобная штучка, когда это, может быть, даже пригодится, если не нужно, ну, и ничего страшного. Какие объемочки? Значит, 320 миллилитров, 800 и 125. В принципе, ходовые объемочки, здесь у нас, видите, всегда лавровый лист лежит, здесь тоже что-то лежало. Ну, и 125, это вот как раз стандартная упаковка, очень многих круг как раз сюда помещается. И они все очень красивенькие, красивые, компактные, опять же, видите, можно по высоте все это выравнивать. Пригодится. Это три квалификационных заказа. Классные контейнеры. Выходим. Так, четвертого у нас нет. И пятый, кстати, да, здесь у вас еще подсказочка. Пятый, это чаши брауни, в принципе, вы их все знаете. С них начинался история компании. То есть, ровно 7-6 лет назад именно вот такую форму чаши придумал, как бы, ярлд Таппор. Да, крышка запатентована. Вот мы сегодня говорили о крышках, да, немножечко затронули. Это как раз, ай, какой-нибудь принеси брауни, чтобы я показала. Это как раз пример влаговодушно-представимой крышки. Не проливайте по-нашему, да. Ну, вот у нас на милианчиках такие же. Вот, в новых таких тоже приятных оттеночках. Поэтому, кто доходит до пятого, есть у нас такие стахановцы. Вот, пожалуйста, вот вам такой будет чуть попозже придут они у нас в образцах. Ну, вы их все знаете, да, удобный носик, все, спасибо. Так, и что еще я вам могу показать? А, я уже девчонки не сказала. У нас самые крутые подарки, это, конечно же, для кого? Для менеджеров. Поэтому компания любит своих менеджеров. И в сентябре они подарят вот такую изнасительную сковородочку Мастера в их коллекцию, да. Нравится? Это вот у нас была коллекция от шефа. Это приходит на замену с таким интересным очень дном. Специально, чтобы у вас ничего не пригорало, не прилипало, чтобы здесь не делали. Вот такая вот интересная штучка. Ну, маленькие сковородочки, они, в принципе, всегда нужны. Опять же, любую семью или большую и маленькую всегда пригодятся. Вот, красота, да? Согласна? Сильно. Выходим, да, на менеджеры. Мотивируемся. Потому что всегда у менеджеров металл. Замотивированные подарками уже каждый себе наметил. Надеюсь, до какого выходит, да? До компактусов. Ну, точно надо дойти. Это вполне приемлемо. Чем же мы будем с вами радовать себя, своей близки? Блокбастер, который у нас на обложечке. Что это? Хит-парад. Наши замечательные, любимые, тоже незаменимые изделия, которые нужны в каждом доме, любой хозяйке. И, посмотрите, опять же, называется программа «Жизнь в розовом свете». У нас, поскольку компания всегда в соответствии с трендами живет, работает, существует. И кто не успел посмотреть фильм «Барби», у тех еще все впереди. Но, как я уже говорила на предыдущих ассамблеях, вот до весь этот год три самых кассовых фирм, которые огромный сбор собрали. Вот один из них как раз «Барби». Я не смотрела и без понятия, но… И не надо. Ну, уже запретили. Ну, уже запретили. Так, кто-то успел посмотреть даже стараться. Ну, потому что, да. Хотя, на самом деле, фильмы как раз-таки прессионируются как вот за мир во всем мире, за позитив, за гармонизацию всех отношений. Ну, со временем, конечно, он у нас тоже появится как-нибудь. Вот. Итак, какие у нас хип-парадики будут в сентябре? Самый ходовой, наверное, любимый всеми популярный – 300 мл и 1 литр. Очень редко бывает. 300 мл будет в наборе по три штучки. Мы любим очень наборы, потому что, во-первых, цена потрясающая, да, дешевле, чем они у нас были. И так, нужны вам три? Или одна нужна? Один хип-парад? Больше нам три. Три как минимум. Один себе. Другой кому? Себе. Или себе. Любимый, да. Себе любимый. А то это, говорят, детям отдали, дети не собираются возвращать. Или соседки отдали, соседи не собираются. То есть детям, либо любимой подруге, да, с турчиком отдали, она не отдаст обратно. И что? И приди, у нас много праздников. Кому-нибудь вот так раз, презентик, да, буквально там, по-моему, 300 рублей для вас получается цена, если поделить. За 300 рублей вы ничего такого существенно людям не подарите. А здесь вот в качестве комплимента, это прелесть просто. Цвет такой очень приятный. Даже для тех, кто не любит розовый, мне кажется, это тоже очень такой вот приемный цвет. Ну и, конечно, один литр. Вот подумайте, у вас в холодильнике есть что-то вот в литровой емкости? Вот мне кажется, у всех всегда что-то, вот в литровой там банки там, да, потому что это такой самый оптимальный, который... Что, Танечка, у тебя семей? Танечка, у которых уже вот все в тапе. Это не как, что они только измеряют. Вот. И, кстати, шеф-повара всегда говорят, если вы хотите, чтобы продукты, еда готовые, сохранялись дольше, раскладывайте по емкостям до одного литра. Вот 600 миллилитров, один литр. И они у вас будут очень-очень долго храниться. То есть съели один хит-парад, один литр, достали второй, на недельку выходные в холодильник заложили, и в тюню неделю не переживайте. Вот. Что с хит-парадами? Конечно же, учимся правильно закрывать и открывать, да. Закрываем мы, накладываем крышечку, и по кругу, по кругу, по кругу. Если вам нужно сохранить прямо совсем долго, то вот так вот нажимаем, как бы создаем там вакуум, и все это долго хранится. И теперь в том числе. Как открываем? За язычок, и аккуратно вот так вот под бортиком, да, чтобы не выкручивать вот так крышку, иначе у нас такое и останется со временем. Но если вдруг у вас уже так и есть, то что делаем? Кибеток на 10 минут, молодой. Что вам рассказывает, так все знаете? Так, ну и, конечно же, все хит-парады у вас хорошо шокулируются, потому что есть вот эта вот выемка, и, пожалуйста, у вас в холодильнике все это аккуратненько стоит. Количество ограничено. Смотрите, здесь есть несколько листочек, моменты количества ограничено. На самом деле, и хит-парады, это супермен популярные всегда изделия, заказываем их в первую очередь. Буквально уже завтра. Вы можете, кстати, опять же сами в личном кабинете сделать заказы всем. Так, следующие изделия, полюбившиеся многим. В принципе, и универсал мы знаем давно, но в этом году появились вот с такой крышечкой. Тоже оценили, хотя, на мой взгляд, вот предыдущая крышечка, она более надежная и герметичная, да, если вы там горизонтально видите компотики, храните. Но широкая игрушка тоже очень нужна. Во-первых, детям нравятся сухие завтраки здесь хранить и посыпать. Во-вторых, если у вас какие-то группы, и вы любите хранить вот в таком виде, то тоже очень удобно высыпать. Что из себя представляет вообще универсал? Двухлитровая емкость, да, с мерной шкалой, очень удобно брать. И в прошлый раз вот не было у нас, по-моему, сито, да, то не было или было в прошлый раз? Было, было. Было, вот, то есть вы можете здесь заваривать компотики, это вы тоже все знаете. То есть заложили туда ягодки любые, свежие, замороженные, сухофрукты, там, травки, все что угодно. Залить горячей водой, где-то 85 градусов. Прикрыли крышечкой, не надо закрывать плотно, потому что от температуры, ну, во-первых, пар будет выбивать класс. Папан, да, прикрыли, когда напиток остыл, ну, его аккуратненько закрыли, все. Вот, очень популярное изделие, поэтому и количество ограничено, да, я знаю, что их мало. Он очень нужен, я очень люблю. У меня сахар, у меня штуки три, наверное, дома. Вот где-то, понятно, компот, и всегда в дверце в холодильник. Вот чем он удобен? Вот в дверце в холодильник хорошо стоит. Сахар, два пакетика, любой крупы, два пакета тоже сюда помещается. Так, дальше что у нас? Кубикс, ага, новинка, новинка, продолжение серии пророзовых, кубикс, мы выберем кубикса, но впервые в таком объеме, 2,2 литра. Цены не говорю, цены так смотрятся, да? Можно сразу камерать? Вот в подарках были три, самый большой из них такой, 1,8. Вот я же говорю, впервые такой, 2,2, да, он чуть-чуть, этот побольше, чуть-чуть, тут был где-то вот такого расточка. Смотрите, ну, если вы любите, у нас на самом деле много любителей прямоугольных, потому что это самое компактное хранение в прямоугольных емкостях, да, в шкафу, в холодильнике, опять же, сюда что угодно, и какие-то бытовые там приборы, да, у нас подарочки. И что еще? Группы, и в контекстах еду можно переложки оставить, и мне очень понравилось, как оно гармонирует вот с этим фиолетовым, прям очень такое симпатичное сочетание. У нас еще это, вот, что 50, да, у нас еще бетровые периодически бывают, то есть очень такая симпатичная, радужная повысит у вас коллекция. И количество ограничено, мне кажется, один точно надо дома иметь, потому что они пригодятся в своем случае. Следующее изделие, ага, следующее изделие, это, пожалуйста, красота башни милианов, для тех, кто не успел приобрести в предыдущие месяцы, у нас были по два, да, и 10-петровые милианы, тоже это прям классика нашей компании. Смотрите, в котором тесто ведут речь, я только им, да, пасты, пирожки. Вот смотрите, 1,4, да, минимально, они периодически почему-то меняют название объема, да, 1,4. Давайте сейчас быстренько применение для каждого объемочка. Для чего один? А, ну что такое милиан, опять же все знают, пырышка влаговодство непроницаемое, милианция снаружи, проходистая внутри, пусть вы можете не бояться ложками, вилками там, не кричать на своих домочадцев, чем они там накладывают, да, и самое удобное, это, конечно, петелька вот эта, за нее можно держать, за нее можно, как сказали, у нас исторически так сложилось, когда приходят, говорят, нет, чашку, которую вешать в поезде на крючок, это значит милиан, потому что у нас вот Оля из Саратова, она что-то брала в милианчике, повесила на крючок и прислала на фотографии, теперь все называют эту чашку именно так, поэтому можно подвесить и что-то, не боятся, что что-то прогрется, потому что крышечка у нас замечательная. Что вот в такой объем поместится у нас? Я тебя замариновала курицей. О, ну да, я пошел кальчиком. Небольшой объем нужен был, я замариновала курицей, готовится. Да, шталатчик какой-то, да, остатки еды. И что еще? Соборок. Мы уже оттуда и наливаем на два дня. Точно, да, отлично. Разогревать, надеюсь, не здесь? Нет. Так, да, вопрос многих, а можно ли разогревать? Компания, конечно, всегда говорит, нет. Потому что здесь такой полимер, у нас есть специальная новая волна, которая как раз-таки хорошо пропускает микроволны, лучше их использовать, там и носки для циркуляции, а это все-таки для охранения и транспортировки. Ну или если прям кому-то приспичило, да, мы крышечку, самое главное, не кладем, иначе она вот деформируется. Так, замечательно. Следующий объемчик – это 2,7, да, ну, 3 литра практически. Здесь уже мы как раз-таки… Елена, у вас какая чашечка для теста? А, побольше, 3,5 литра. Стараюсь, сколько она, наверное? Ух ты, 10, ой, 7,5 литра. Да, 7,8 литра. Ну, тут я понимаю, да. Я пока что вот такими объемами. Это буквально стакан. Это на 7,8 литра. Это на 7,8 литра. Это буквально на один разок, чтобы довести, да, крошечку там и так далее. Следующий объем – 4,5. Кстати, вот видите, цветовая гамма какая красивая, приятненькая, да. Вот хочешь не хочешь, а себе берешь. Кстати, набором будет выгоднее, там буквально рублей на 200, выгоднее, чем отдельный брать. Поэтому кто не успел взять. Но опять же, они всегда пригодятся. Кому-то подарить, себе какое-то, да, что не хватает. Поэтому набор у нас тоже популярный. Это 4, сколько из 4,5, наверное, да. Здесь уже, да, и тестечка побольше, и мариновать что-то. Что у меня еще? А, пунш уже можно здесь приготовить на небольшую компанию. С собой взять. Кто был у нас на тискавере в прошлом году? Инна делала, она, правда, вот в 7,8, наверное, да, пунш привезла. Прямо в машине, не боялась, что там что-то прольется. Поэтому в том числе. Это 7,8. И здесь уже посолиднее, да, как раз вот тестечка на большую семью. Ну, здесь уже для тех, у кого дача и огород, вообще замечательный, незаменимый. Шашлык на проводы мариновали. У ребенка год проводы были, две чаши вот такие, да, 50 человек народа было. Две чаши шашлыка вообще. А потом еще через год на встречу. А салат мешает, большой. Салат? Вот, Танечка, вот ты тоже молодец. У нас есть, да, любители, прям, которые... Куличи на паспу. Куличи, да, да. И опять же, вот у нас две большие чаши. Это для, как кондитер-трансформы, перевернули и как раз что-то там прикрыли, сохранили. И дачники, и кто любит заготочки делать, обуречки здесь вымачиваем, да, что-то промываем, все подряд. И всегда говорю, если вы везете с дачи экологический урожай, закрыли крышечку, у вас червячки, жучки, листочки, все это на крышечке, да, окажется. И все, спокойненько стряхнете. Все, смотрим, любуемся на эту красоту. Прятные, очень цветовые, такие цветовые граммы. Какое, чтобы запрещено стряхну? Да, червячки в поисках воздуха. В поисках послорода, да, переплатают на крышечку, а листочки, они как-то сами с собой, особенно если у вас бездорожье, как у нас везде, у нас с этим хорошо, они-то... А скажите, походу здесь, можно вопрос задать, если запахи постановить, потом убрать? Смотрите, со временем запахи в любом случае уходят. И, кстати, вот тоже, любые емкости, когда вы храните, крышку держите открытой. У нас даже, вот смотрите, я говорю, даже стеклянный банк, если у вас там кицолиня, да, что-то такое пахучее было, даже из стекла вы запах сразу не уберете, тоже со временем. И здесь то же самое. Кто-то какие-то средства применяет, кто-то там сода активированным углем, кто-то замораживает, говорят. Проходит. Я иногда, вот знаете, мята, если есть, вот мята напихаю, остается запах мяты, никакого больше другого, да. На самом деле способов отстранения запахов очень много. Но я уже не парюсь, я знаю, что со временем в любом случае что-то и был эксперимент, то есть в пахучую я положила что-то совершенно другое. И вот этот новый продукт, он не перенял запах того, что было предыдущее. То есть я успокоилась, что очень нормально все. Не знаю, я как-то замаскиваю. Ну, такой, не то, что прям кипятком, но горяченькой водичкой, потом сразу же в холодненькую водичку. И опять горяченькой, и все. И то, что не то, что прям сразу, мгновенно уходит, но уходит гораздо быстрее. Кстати, знаете, еще вспомнила. Многие любят вообще в кипятке мыть, это я, например. Оказывается, нельзя. Потому что когда вы моете, особенно если жирное было изделие, да, какой-то жирный продукт там лежал, если вы моете в кипятке, то пора в волосочи расширяется от горячего, да. И этот жир туда как-то не попадает, да. Поэтому в теплой, ну терпимой воде всегда это будет гораздо лучше. Тоже вот вам лайфхак такой. Вот, поэтому продолжаем. Следующий изделие, я очень рада, на самом деле, кто чем радует, я люблю маленькие емкости. Всегда, и мы очень ждали эту баночку. Она была год два назад, наверное, в наборе с другой, но почему-то всем нужна была именно вот эта баночка. Объем 325 миллилитров. Это, в принципе, новинка в компании. У нас три баночки разного объема, да. Что из себя представляет баночки? Во-первых, у них удары прочные, прям вот много каштестов уже. Дальше, где мои огурцы? Много каштестов проходили эти баночки, то есть удар, прочный материал. Во-вторых, абсолютно герметичная крышечка. Видите, там белый такой силиконовый ободочек. Приятная и на ощупь, да, и цвет очень приятный. Вот. Спасибо. У меня курчики на самом деле. Я, да, сейчас скажу просто, что крышки, да, это два других объема. Они у нас в остатках, наверное, есть. Разные все крышки. То есть здесь обычная винтовая герметичная на 800, не помните, объем, 825. Крышка, которая с стаканчиком, можно отдельно использовать. И они все взаимозаменяемые. То есть, в принципе, сюда вы можете мюсли, а сюда йогурт. И когда вам нужно смешать, по-моему, 150 миллилитров объем вот этой вот. Да, 150 миллилитров объем крышки. И на вот этой банке, кстати, она абсолютно герметичная. То есть, там можно было ставить рассольчик. То есть она абсолютно хорошо держит воду. А здесь сколько? 550 миллилитров, да. Здесь специальный клапаночек. Если вы здесь какой-то делаете напиток, в принципе, с трубчиком можно пить. Ну и, в принципе, так вот абсолютно безопасный аромат пошел. Вот. И они все взаимозаменяемые. Вы можете из маленькой баночки, там, ребенку дайте какую-нибудь напитку, да. И он будет с удовольствием пить. Ой, все. Теперь будет пахнет. Все. Вот эту баночку у вас по спеццене в сентябре месяце. Очень советую вам. Потому что даже взять с собой на работу. Сейчас очень модно семена мече, потому что мы все вечно худеем, да. Семена мече мы считаем очень способствует похудению. Поэтому берем какие-то вот. Дальше тирамису. Я, например, буду себе делать. Любой перекусик небольшой. Дорога на работу дома. А горячие туда тоже? Конечно. Все наши изделия, все поддерживают до 85 градусов. Некоторые другие больше широким температурным диапазонам. Поэтому смело сюда все посадим. Так, дальше. Новинка. Вот Таня нашла у себя в запасах. Наверное, 20-летней давности. Силиконовая форма шарму. Слово шар. Вот такая красота. В принципе, про наш силикон вы, наверное, уже все все знаете. Выдерживает температуру широчайшую от 25 до 200 с лишним градусов. Да, то есть можно и замораживать. Можно сразу после заморозки в духовку или в микроволновку. Все выдерживает. А масло? Масло не нужно. Это самое его главное преимущество. Тем более здесь, видите, прям вообще глянцевое. Выскочит прям изумительно. У нас есть специальный такой охлаждающий лоток на 2,25. То есть можно, если вы хотите заморозить, да, или чтобы было что-то устойчивое, можно в нем. Если вы готовите, выпекаете, то сразу ставим на решетку или там на протвенечек, да, металлический. И чтобы оно у вас, как бы, держалось устойчивое. То есть что мы здесь делаем в такой форме? Давайте ваши предложения. Заливное желе. Заливное желе, да. Сырки вообще супер. Это кулинарное больше. Что-то вот шоколад. Да, да, шоколад. Шоколад. Шарики. Да, кстати, можно на Новый год шарики так сделать. У нас вот Инна делала шарики. Шоколад там творожным чем-то наполнатком соединял. В общем, что-то интересное можно... А какой у нас год следующее животное? Может, что-нибудь может быть? Дракон. Дракон? Да, не получится дракон. Ну ладно. Черепушек доделаем. Если я это дракона получится. Шармы? Шармы шоколада, кокосы и бананы. Интересный рецепт у вас здесь. Поэтому готовим. Вот такая штучка интересная. Так, ладно. Скидка 40%. Ой, даже ретиктурный буклет в подарок пойдет. Ну, вообще классно. Так, дальше. Забыла сказать. Вот здесь я постаралась вам поставить по четырем как бы сериям, направлениям. То есть, давайте назовем хранение, да, серия хранения. Дальше серия, есть у нас возьми с собой, всегда с собой. Дальше серия приготовления. Посмотрите, самая большая часть именно для того, что мы с вами вкусно, аппетитно, полезно готовили. И серия кухонных помощников. Тоже очень большая. Здесь новинки у нас представлены, сейчас покажу вам. И вот как раз из серии кухонных помощников, любимая всеми, на все века высечистка, как она называется у нас, вертикальная. И я не помню такого случая, чтобы были две таких одинаковых. Потому что обычно у нас идет в наборе с горизонтальной, а все спрашивают почему-то, ну, большинство. У нас два лагеря, я всегда говорю. Вот эти и вторая высечистка, вот, но тем не менее, больше те, которые любят именно эту. Хотя компания как-то эссционирует, вертикальная, да, она для круглых, круглых плодов. И горизонтальная, наверное, мы устраиваем. Она идет больше для длинноплодных, там, огурчик, морковка и так далее. Конечно, обе нужны в хозяйстве, но вот эту вы подарите даже кому-то, там, близкому человеку, там, родственникам, опять же, и себе остаться. Потому что многие случайно с очистками выбрасывают, тем более вот она черненькая. И, наверное, у многих будет такой печальный опыт, потому что она незаметная. Раньше зеленая была яркая, ее куда-то бедно замечешь. Многие так стараются, что вот пару раз в моем веку было, что куда-то терялось вот это. На самом деле, если вы спокойно чистите, у вас ничего не случится с этой металлической штучкой. Она острая, но, тем не менее, никто никогда не резался. И сюда пальцы прям целенаправленно не пихать. Вот. Кружочек для чего? Для того, чтобы носки вырезать, да. То есть, надо вам две сразу в наборе? Нужные? Да. Вы посмотрели цену, кстати. Цена вообще. Сколько она стоит сейчас в каталоге? Для консультантов? 1149. А, уже посмотрели здесь. Нет, она стоит прямо около 1000, да. А здесь, получается, для вас 400, по-моему, рублей. Это вообще такого я давно не видела. Она же в наборе фрезонтальной стоила дороже. Вот, поэтому обязательно один набор в запас себе возьмите. Так, дальше. Следующий кухонный помощник. Это терочка диска. Наверное, у многих уже есть. Это такая вот помощница, когда вам нужно небольшое количество чего? Чесночка, да, сырочка. Что еще? Цедру с лимончика снять. Шоколад натереть. Все, что угодно. Очень хорошее. Долго остается острая вот эта часть, да. У нее есть две. Пожалуйста, не теряйте, потому что они идут отдельно. Кое-кто выбрасывает. И случайно натираем, то есть упираемся в дощечку, там, в столичницу, в емкость. И спокойно натираем. Можно подвесить. То есть это наша коллекция дисков, который мы очень любим. Многие там собирают эти изделия. Поэтому помощник, который вам пригодится в любом случае. Так, следующие вот как раз новинка. Вот они есть. У нас просто была в черной пятнице, да. Ну, нуждая пицца. Сейчас вот в таком стильном красно-черном цвете. Режут шикарно пиццу, пироги даже вот толстые, да. И замечательная вот эта насадочка. Для чего? Для того, чтобы тесто на печенье, на красивую там лапшу, кто еще что делает. В общем, из теста можно вырезать такие вот фигурные штучки. И то, что в чехле, это в общем все удобно, замечательно. Дальше из серии кухонных помощников. Это, конечно, заполовник. Тоже, наверное, почти у всех есть, да? Да. Ну, молодцы. Удобный? Молодой. Чем удобнее в сравнении с обычными? Уже забыли. Даже рука приятная. Да, тактильно приятная. Причем, кстати, всегда у нас продумывает. Левша-правша, чтобы все это было удобно. Да, вот это вот утолщение, чтобы руказы фиксировало. Здесь вот углубление. Это тоже все для пальчик, чтобы удобно было. Но самое главное, это, конечно же, форма вот этого черпачка. Стандартные классические половнички. Они все круглые. Красивые, круглые. Но, на самом деле, вот этот половничек, у него, видите, тревольная немножко форма. И заужена вот эта часть. То есть, вот до последней капельки соберете все ваши супчики, бульончики и все остальное. Вот, поэтому очень люблю этот половничек. У нас сейчас идет в августе маленький, да, половник, тоже для соусов, для каких-то небольших таких, для компотек, там, кисель. А вот это вот вполне для первого, для пунша, опять же, подойдет. Так, дальше изделие, которое я очень рада вам предложить, показать. Бывает раз, вообще, я не знаю, сколько лет. Скороварка в подарочной такой упаковочке. То есть, дарим себе подарок, любимый. Какой ближайший праздник? День пожилых людей. Данечка у нас всегда в семье. Я уже ушла из молодого возраста. Ну, вообще, многое. И день матери, извините, и вот Новый год, в конце концов. Вы сказали, какой раньше. Я вам назвала раньше. Ладно. Так, смотрите, подарочные упаковочки. Сейчас я постараюсь его как-то компактно достать. Это изделия для приготовления микроволновой печи. Скороварка. Так, что такое советская скороварка, думаю, все помнят, да? Кстати, видите, даже здесь наклеечка для микроволновки. Трехлитровый объем. Позволяет готовить за 30 минут холодец. Сколько вы варите холодец с обычным способом? Умночь. Шесть часов, семь. 30 минут вы будете поражены просто. За 30 минут здесь потрясающий холодец. Дальше горох, даже не без замачивания. Тоже 30 минут. Здесь потрясающие борщики. Здесь курочка, гриль даже готовится. Единственное, помните о том, что обязательно сюда добавлять жир. Здесь есть минимальный уровень, максимальный. Плестая книжечка. Но здесь на русском не все, не все, не все. Пожалуйста, инструкцию читаем. Как всегда говорят, для русского человека инструкция должна начинаться со слов. Ну что, не получилось? Вот. Поэтому у нас так бывает, что мы сначала пользуемся, потом читаем. Так, пользоваться на самом деле очень легко. Смотреться, здесь есть меточки специально для нас, треугольничек и здесь тоже треугольничек. Крышечку ставим, совмещаем эти два треугольничка и просто поворачиваем по часовой стрелочке. До совпадения ручек вы слышите такой щелчок. Это одна степень защиты. Что такое скороварка? У кого советская скороварка взрывалась неожиданно? Я никогда не была. Не была? Я не знаю. Я только слышу, что рассказывала. На самом деле это нужная классная вещь, которая готовит быстро. Бульончик прозрачный. То есть много достоинств. Вот. Здесь это все как бы защищено. Во-первых, вот такая винтовая мощная крышечка и вот такой вот еще один замочек. Все, она зафиксирована. Крышка, ничего нет, с ней не случится. Она никуда не залетит, не взорвется. Теперь, как готовить? Есть рецептурный буклет, есть в интернете уже миллионы рецептов. А самое главное, это вот этот клапаночек. Когда у вас готовится подавление, лучше всего у микроволновского 900-1000 ватт. Если меньше, она будет на 10 минут подольше, он нужно готовить. Вот. На 900-1000 ватт, чтобы вы здесь не готовили, вот этот желтенький все, пятеречек. Только не теряйте его, пожалуйста, потому что вот часто очень теряется. Многие там, ну, моют для посудомойки, вынимают его. Ну, зачем-то, хотя вообще не надо вынимать. И в итоге он теряется. Когда он поднят, это значит, там все подавление, потому что свистеть будет. Вы сами догадаетесь, что там подавление. Как только опустился, все, потрогали, ничего не шипит, не свистит. Можно спокойненько открывать. То есть, также в обратном порядке сначала вот эту штучку, потом против часовой стрелочки вот эту. Спокойненько открыли. Здесь вот такой прорезиненный ободочек. И у вас здесь готово любое блюдо. Картошка, мясо, ну, все что угодно. Причем, самое интересное, вот у нас в Москву прижал шеф-повар из Франции. Он сказал, что борщ здесь готовить и закладывать все в обратной последовательности. То есть, как у нас в обычной последовательности. Мясо, овощи, специи. Здесь, наоборот, специи, овощи, сверху мясо. И вообще вкус будет потрясающий. Вот. Да даже. И, кстати, здесь вкуснее всего готовится свекла. Прямо целиковую свеклу. Там на 900 грамм свеклы 300 миллилитров воды. То есть, вот наш хиппарадик. И, в общем-то, все. Я вам пришлю там сколько по времени, не помню сейчас. Но самое сладкое, вкусное. Прямо вообще классно. Так. Кстати, борщ заливать горячей водой. Можно здесь и горячей водой заливать. В принципе, другие продукты и холодные. Но больше именно горячей. Вот. Такое классное изделие. Поэтому, кто хочет, экономите время. Потому что, на самом деле, очень много блюд вы будете готовить прям в этих скровах. Бросили и пошли заниматься своими делами. Гороховый суп. Вот забросили горох. Промыли там копченостью, воду. Все. У вас через 20 минут гороховый суп готов. Так. И сразу ставьте квалификационный закат. Сразу к нему получите силиконовый скривочек. Ну вот. Так. Следующее изделие для приготовления. Это пельменница. Здесь у меня была ложечка. Очень долго в Европе пытались понять, что же нужно русским. Потому что у них равиоли. А мы просили пельменницу. Вот. Наконец, они поняли, как по нашей металлической вот этой конструкции придумали нам такую пельменницу. Но она, конечно же, адаптирована, улучшена. За счет, во-первых, прорезиненных ножек. То есть у вас не будет кататься пельменница пост-орешницы. Во-вторых, здесь 40 пельмешек. Наши металлические 36, по-моему. В-третьих, здесь вот эти вот, видите, как соты, да? А, как сказать, вот эти контуры, они сверху острые. То есть, ну, очень хорошо прорезают. Вот скалочка и пельмешки отделяются. Ребра жесткости, не помню, сказала или нет. Тесто, когда вы раскладываете, ну, это стандартная схема теста. Начинка, вот как раз ложечка. А потом оказалось, что как раз-таки она идеальна. Во-первых, порция начинки сюда. Нужно этой ложечкой выставить. Там с обратной стороны такая плоская часть, которую вы выталкиваете. Потому что, на самом деле, она легко, из нее вылетают эти пельмешки. Ну, сначала мы присыпаем мукой, да? Потом мы вот тесто кладем, да? И потом у вас очень легко все выскакивает. Ну, вдруг там одна-две застряли. На обратной стороне ложечки вы их вытолкните. Танечка делает здесь потрясающе вкусные равиоли в пельменнице. С сырочком, с зеленью. Вот на всю жизнь запомнила. Это вообще вкуснейшее блюдо. Может, потому что готовила дочка с подружкой. Дети готовят вообще, все вкусно. Да, поэтому, Таня, из тебя равиоли. У нас есть очень хороший рецепт теста. Да, помните, кто делает? Заварной тест мы делаем на кипятке. Не разваливаются, не развариваются пельмешки. Тесто изумительно мягкое. На чебуреке оно уже идет. Чебуреки такие пузыристые, хрустящие. Да, Таня? Вот это самая замечательная ложечка. Черпачок, который накладываем. И вот это обратная сторона. Сторон-долбатик. Вот, очень люблю. И сейчас я делаю эти пельмешечки. У нас, опять же, лоточки вот эти вот на 2,25. Саня, у тебя нет вам? Показайте. Потому что, на самом деле, так, прежде всего, продумано. Охлаждающие есть? А, когда мы все это скатали, кладем сверху этот лоточек, переворачиваем. У вас идеально лоточек, все эти пельмешки складываются. Так, дальше. Если у вас нет 2,25, то, пожалуйста, вам следующая группа лоточков на один гуфер. У нас, слава богу, в этом году хорошо нам дают эти хлаждающие лоточки. Нужны они вам, как считаете? Или в пакетах больше? Нет. Конечно, нет. Потому что, вот, недавно у кого было ЧП? Здесь поэргерство, там, у тебя, когда на несколько часов, чуть ли не на полдня, да? Нет, на ночь. На ночь вообще хорошо. Отключили свет, причем в два раза, это было, я помню. Отключили свет. Естественно, у кого в морозилке было в пакетиках укроп, клубника, рыба и там не знаю чего, все это выбрасывалось. Да, у кого там русские лоточки, во-первых, они, конечно же, закупали запах, аромат, да? То есть у вас ягодки будут пахнуть ягодкой, пахучий перец будет внутри пахнуть, а не снаружи на всю морозилку. Здесь все очень продумано. Циркуляция холодного воздуха, потому что здесь вот такие вот ножки. Сам материал мягкий, то есть вытащили из морозилки, сразу можно открывать. На самом деле их можно использовать и в холодильнике, тоже очень многие любят в холодильнике, именно эти лоточки. Ну и для морозилки они вообще идеальны. Так, что еще? Что мы будем замораживать вот в этом объемочке? Ну, может, конечно, порцию перемешать, да? Что еще? Все что угодно. Все что угодно. Ну, вот сало, да, ягодки, рыбку. Я купаю масло намошли, разделяем на порции. Вообще идеально. Да, масло. Какие полуфабрикаты. Опять же, если у вас пирог остался, или вы испекли, да, сюда положили. Разогреваем потом микроволновки, когда гости пришли. Гораздо, между прочим, полезнее. Дрожжевое тесто после заморозки и разморозки. Там нет чего-то там ненужного для нашего организма. И оно, кстати, намного вкуснее. Вы знали? Очень хорошо выпеческа, замораживается и размораживается. Кстати, размораживать продукты, вот, например, мясо, рыбу, там что-то, как лучше всего? В холодильнике. Правильно, в холодильнике. То есть, если вы знаете, что вам наутро там что-то нужно, да, в холодильник ставим, ну, в принципе, здесь может вообще дня два-три даже стоит размораживаться, не ничего случится, но в холодильнике. Да, это правильная разморозка, которая сохраняет и цвет, и витамины, и все-все-все. В общем-то, отличный объем. Так что их много не бывает, поэтому вы все про них знаете. И очень давно у нас просили, кстати, спальба будет, и вот эти вот охлаждающие лоточки 170 мл тоже будут в наборе по две штучки. Для чего нам такой маленький объемчик? Нужен он вообще? Он всегда нужен. Вот вчера, как мы с Таней созванивались, я говорю, у тебя есть? Он говорит, он у меня там, ну, с чем-то. Я говорю, и у меня с чем-то. То есть, у нас они всегда с чем-то. Я, например, делаю паштет порционный, замораживаю в этих лоточках, потом по одному достаем и съедаем. Дальше. Кто сыр тертый, ну, лишний осталось, да, очень хорошо. Сыр, кстати, тоже замораживается. Размораживается, пожалуйста, сюда. Многие любят зелень, чтобы не вытаскивать каждый раз, там, готовите вы первое, второе, потому что все равно, если вы постоянно, вот эта разница температур, зелень, конечно же, будет и не покрываться. А так вы достали за один раз, там, в первое, второе, в салатик. Все. Что еще? Кто-то что-то говорил? Ну, даже для холодильника что-то осталось. Пес, то? Солос, пес. Солос, пес. Ну, любой, да, потому что 170 мл, почти стаканчик, что-нибудь запридумайте, что туда положить. Вот, и, кстати, да, здесь даже можно специи хранить, он не окрасть, потому что во всех наших охлаждающих лоточках есть вот эта вот технология, color control она называется, которая не окрашивается пищевым красителем, там, слюколкой и так далее. Так, кстати, вот, да, иногда бывает морковь натерой, там, слюколкой, и куда-то вот надо, потому что тоже можно замораживать, натер все эти овощи. То есть такое небольшое количество, прямо на супчик идеально. Дальше, у нас, вы знаете, я постоянно об этом говорю, на весь год в каталоге акция на измельчители. Измельчители – это замечательная вещь. Наверное, тоже у всех есть хотя бы по-другому, да? У кого нету? У меня нет. Вот, замечательно. Давайте Ирине расскажем, для чего нужен измельчител. Она уже гребет. Анечка, принесешь один котел маленький, да? У кого три есть? Нет, я говорю, гребет. Купите. А, правильно, гребете, гребете. Вам чуть-чуть осталось еще. Ну, извините о том, что до конца года эта цена еще. А вы все думаете, да? Потому что вот 600 мл, спасибо, он у нас все время заканчивается. В общем, самый популярный в этом году оказался. Но вот этот 300 мл – это точно надо. Вот с него, например, у меня началась коллекция измельчителей, в итоге сейчас все три. Вот этот 600, но он уже с венчиком идет. Да, да, сейчас расскажу разницу. Смотрите, что мы здесь измельчаем. То, что мы не любим, во-первых, резать руками, например, лук, да? А в некоторых блюдах лук нужен именно такой рубленый. Или морковку. Дети у нас не любят морковку, мы не хотим натирать, потому что половина пальцев натирается. Здесь тоже можно замечательно измельчить. Дальше зелень, чесночок даже один зубчик. Вы это все и так знаете, что делаете? Она хреновая закуска. Хрен я даже не знаю. Да. Кстати, хорошо, что напомнила, даже видеорецепт есть. Любые паштеты, да, вот хреновую закуску, орешки. Вот кто любит выпечку, да, здесь идеально рубится. А где они любят это рубить? Вот Даня, внук, да, он приходит и сразу начинает свой рабочий день. Сколько ему? Четыре года? Пять. Рабочий день начинает созмельчить. Вот. 600 миллилитров тоже очень любим, потому что здесь еще дополнение. Вот такой венчик, то есть можно смешивать сухие и жидкие ингредиенты, какие-то ладушки, да, ну, какое-нибудь жидкое тесто делать. Здесь уже повыше лезвие, то есть побольше продуктов. Можно закладывать у кого-то старый, вот такой измельчитель. Там все равно надо мало. Мне понравилась вот именно эта серия, потому что здесь уже повыше лезвие, и мы можем побольше продуктов. Вот. И еще у меня приятная для вас новость. Прям супер-мега приятная. Я нашла веревочку, поэтому у кого любимое изделие и веревочка перетерлась, я могу вам даже поменять веревочку, потому что я научилась. Вообще, кстати, сразу же говорю, как мы пользуемся. Если вы моете крышку, вообще она редко требует промывания, да, но если вы все-таки моете, то сушим, разбираем на части, да, там обязательно нужно все просушить. Если вам нужно просушить веревочку, то вы вытягиваете вот так вот, скупорили, она у вас сохнет. Вот. Видишь, хорошо, не зря пришла. Вот. И поменять не надо. Поменять не надо? Что, порвалась? Я субыки сделала. Вот она, кстати, почему, почему она рвется? Во-первых, она гниет, потому что вы ее не сушите, да? И во-вторых, когда вы работаете, многие вот туда, туда, на самом деле параллельно столу, и она хотя бы не будет перестираться. Но уже в компании, видите, расширили эту дырочку, чтобы вы могли с удовольствием во все стороны ее направлять. Вот. Замечательная вещь, на самом деле. О большом мы еще майонез делаем. Представляете, очень хороший, густой. И чего только мы там не делаем. Так, все, пользуемся следующее изделие, которое наверняка оценят, и вы, но самое главное, ваши мужчины. Поэтому, кто не хочет заморачиваться на ближайший год, что подарить, там, не знаю, папе, мужу, сыну или кому-то, да и себе любимой, то берем вот эти ножницы. Я столько функций на одних ножниц вообще даже не предполагала. Тем более, они идут в такой красивой подачной упаковочке. Что они умеют делать? Давайте читать. Как вчера у нас была ассамблея в юбилейном, сказали, можно одно сложное, серьезное блюдо приготовить с помощью вот этих ножниц. Потому что, во-первых, они все подряд режут. Хрящики, косточки, непонятно, там, мясо, любое. Дальше, есть здесь отвертка, есть открывашка, есть орехокол. Можно разобрать, почистить рыбку. Овец можно стрелить. Очень холодно, мужчина. Они на воде уже не по-женски лежат. Я так называю, ну я же все люблю ножницы, а эти вот там мужские. Все, ты уже знаешь, что нужно, на 23-е, на 9-е. Да, да, это точно. И даже есть овощечистка. Для рыбы. И для рыбы, и для овощей. Я вот не поняла, то есть написано овощечистка, это вот это отверстие. А, или вот это. Короче, надо что-то попробовать. Я их первый раз вот увидела. В общем, будем еще их тестировать. Поэтому вообще, вау, крутое изделие. Количество ограничено. Вот. И в коробочке такой подарочный. В общем, подарили мужчине, и сразу же их себе, да. Мы же любим такие функциональные подарки, которые нам тоже пригодятся. Спасибо. А, 6 в одном, да. Правильно, 6 в одном. Ой, следующее изделие. Вот смотри на картинку. Это наш белый крусель, но в красивейшем цвете фуксия. Пока что мы в красивейшем цвете, как сказать, Тиффани вам покажу. Но на самом деле будет еще вот такое. Кто еще не успел обзавестись? Что это за изделие? Изначально изделие для того, чтобы просушить, промыть и просушить листья салата. Это изначально, когда его придумывали. Но потом сюда добавились остальные, стальная зелень, укроп, петрушка, лук и так далее. Сюда же добавилось, что еще? Клубника. Клубника. Любая ягода, совершенно верно. Сюда же мы... Мясо. Мясо, кстати, да, грибочки. Картошку там. Это вообще вот must have. И картошка, и кабачки идеально от жидкости, как у меня всегда, знаете, в сомнении так. И что, если я натру даже мелко, у меня все не перелит в основную чашу, нет. Кстати, да, из чего она состоит? Она состоит в крусиль. Из основной чаши объемом 3,9, ну, считай, 4 литра, да? Крышечка замечательная герметическая. То есть вы можете здесь и тесто ставить, и салатики, если вы вообще все, что хотите. Ваши раньше не было крышки? Была? Да. Поищи дома. Всегда была. Мне нравится вот эта вот кабиночка. В ней, в принципе, любые фрукты будут смотреться красиво. Ну, в принципе, если кладем, а, да, и вот я начала про кабачок, да? Потому что кабачки, если вы натираете любые там драники, или там, что мы готовим, рулетики из кабачков, ну, что-то не делаем сейчас сезон кабачков. Ничего, вот максимум, знаете, вот 3 там этих попадут сюда, на самом деле, все здесь замечательно останется. Потому что здесь размер вот этой перфорации, отверстие, он вот настолько все идеально просчитано, продумано. И вот эти вот прорези, здесь, ну, каждый миллиметр, он вот продуман тщательно, чтобы функционально использовалась. Помещаем все, что хотите, туда, да? Наливаем воду. Если вы на столешнице работаете, то вот здесь есть специальная меточка, да, до которой мы доливаем. Если вы в раковине, там, в ванной, там, где-то на природе, на столе, во дворе, то можно и побольше, потому что побольше, у вас отсюда может выплескивать водичка. Вот, промываем, промываем, в принципе, вы можете промыть здесь прям сильно, что-то грязное, и подстрою воды, это понятно, да? Вот, промываем, промываем, крутим, крутим, сливаем, хорошо сливаем. Не станете укропчиком показать. Хотела показать, насколько все сухо, то есть слегка-слегка влажно. И я очень люблю оставлять, я люблю оставлять, прям вот промыло, и люблю в ней же оставлять, потому что она здесь очень долго, ну, в холодильник, если я собираю, любая зель, ну, сейчас у меня здесь айсберг, как-то, как-то рисовать, не знаю, как правильно, полезная штука. Это может стоять неделю точно, если у вас вместо в холодильнике есть, прям вот как умный холодильник. Даже, я всегда говорю, если вы на рынке покупаете зелень, просите, не которую они опрыскивают, которая уже гниет, а берите прямо из пакета, вялую, там, вся уже мятая. Через два часа, когда промоете, просушите, оно у вас здесь будет как с грядки. Ароматная, красивая, и неделю будет стоять точно. Что ты дома? А? Дома, базилик сейчас такой лежит, сейчас мы его сюда кинули. Да, даже вот пока мы здесь общаемся, вы бы увидели, как он нас упрял, да. Мята, базилик, кинзочка, ну, все, что угодно. Все, она есть, не охотается. Ну, сейчас, может, посидеть. Он так красиво раскладывает зелень, просто, вот она такой... А потом еще припушим, и вообще красота там. Вот, очень люблю эту крутильку, обязательно, она и летом, и зимой. Здесь мы муку просеиваем, если у кого сито вдруг нашего нет, можно просеять здесь муку, она кислородом обогащается. Здесь мы панируем, да, то есть закинули туда муку, там, моем, закрутили, как-то панировали. Здесь мы сушим деликатное белье, тоже в том числе. А как панировать? Получается, вниз муку рассыпать? Да, прям сюда. А все вместе? Да, все, вот прям вот в эту конструкцию, все, засыпаем, засыпаем в видеоролик. Если попросите меня, я вам скину. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, потом стряхнули лишнее, все, да, в том числе. Вот. Хранить, кстати, вот, верх ногами переворачивайте, вот так, все очень компактно. Кстати, милианы тоже очень компактно хранятся. Многие говорят, куда нам уже это ставить некуда. Все одно в другую, ну, ручки, естественно, чуть-чуть вот две ручки, а так они все очень компактные, крышечками закрываются. То есть у вас получается, конечно, небольшая чаша, а там все внутри. Поэтому, я считаю, в свете фуксии всем надо того, у кого уже есть... У нас две красных, одна такая, там, хватит. Не, ну, изделия нужные, на самом деле, у кого нет. Девочки, есть, конечно же, аналоги, но я сразу говорю, у нас многие приходили, да, раньше в Икеа такая была подделочка. Брали все равно нашу, потому что, ну, даже сравнительный анализ у нас, у кого была и Икеа, и наша, они прям, Настя, у нас видеоролик делала преимущество именно вот этой. А, и еще я забыла указать, тоже еще лайфхак, та же Настя нам показывала. Если вам нужно отделить веточки от зелени, от листики вставили, веточку выбросили, а листики здесь остались. Вот какая штука. И я еще что-то не назвала, на самом деле. То есть вы всегда найдете, что здесь еще сделать. Так, дальше, два изделия у нас быстренько, сейчас вам они немножечко уже знакомые, да, очень люблю вот эту вот емкость, веселый кулинар, второй раз вот нам ее дают, объем 650 миллилитров, и есть герметичная крышечка, то есть такой ходовой объемчик, сюда какие-то остатки еды, или с тобой что-то взять, да, но самое ценное здесь, вот эта насадочка. Она позволяет цитрусовые, да, с крупной решеточкой, видите, если чуть-чуть вот так подвезут, то там мелкая, да, с мякотью, без мякоти, апельсинчик, пожалуйста, свежий сок с утра ботили, бананчик размяли, апельсинчик, вообще прелесть. И убираем вот эту насадочку, у вас остается такая вот терочка, цедру, шоколад, что еще, яблочки, пюре делать деткам, там, все, что угодно, вот такая штучка. И литровый объем, вот у меня очень давно, ну, как раз-таки лет 15, на один литр. Насадки здесь тоже, нужно, ну, облик, как написано, сок, пожалуйста, сюда все красиво сочетается. На самом деле у нас еще есть замесечный чаш, я думаю, нам его когда-нибудь дадут в продажу, и можно там в крышке отверстия, можно будет как на водяной бане там что-то растапливать. Поэтому, кому понравилась эта коллекция, нужно, конечно же, ее себе взять. И она также, вот смотрите, как замечательно, компактно хранится. Рада очень вам представить супер-коррекцию ультра-про, которую у нас будет в сентябре. Здесь еще не хватает литровой, потому что Танечка не ожидала, что только ультра-про нам дадут. Начинаю со своей любимой, у меня все любимые, у меня все есть уже, 1,8. У кого есть, кто сейчас нам расскажет, что можно ей готовить? Аня, у тебя тоже нет? Есть у меня все. Аня, я еще что не успела сделать. Когда вы сделаете хоть раз, вы поймете, сколько вы времени сэкономили. Я ее для хлеба взяла. Для хлеба, для кексов. Я здесь делаю рыбу. Анечка, давай еще что-нибудь. Таблетка в садике. Вот, да, кстати, на 5 яйца или на сколько ты делаешь? На 10. На 10? Ну, можно и на 5 сюда. Или сюда вмещается? Конечно. Короче, с вами мастер-класс на 10 яйц сомлет. Я его одной съем. Куда же тебе? Там вкусно. Заобрази. Вот, любое, да, если небольшое количество. Дальше в мороженое увощи покинули, грудку куриную поставили. В чем особенность? Во-первых, это материал ультра-про, что он из себя представляет? Уникальность, запатентованная. Аналогов этого материала в мире нет. Потому что в нем можно и замораживать, да, и после заморозки сразу ставить в духовку и микроволновку, с ним ничего не случится. Все обычно в шоке от того, что можно ставить даже в газовую духовку. То есть это полимер, который может в газовой духовке замечательно себя чувствовать. На открытый огонь не надо ставить. Любые блюда становятся намного вкуснее эффекта, как в каменной печи. Не могу вам больше рассказать. Это надо, конечно, показывать. Да, Таня? Надо пробовать. Надо пробовать, да. Опять же, позволяет готовить, например, в микроволновке, кто вот пользуется, вы знаете, что там готовится все в три раза быстрее. Можно вот часть приготовить в микроволновке, потом доготовить в духовочке. Будет очень классно. Так, дальше. Это объем 1,8. Следующий огнем 3 и сколько-то. 3 и 3,5. Да, точно, 3,5. Тоже очень люблю эту кастрюльку. Таня, это точно твоя, а не моя? Таня, по два куку. Ну ладно, нет, по виду, вот. Не все время у нас в ходу. И у меня тоже одна из первых. Да. Таня, что мы здесь делаем? Мы здесь делаем потрясающе вкусный там леный борщ в духовке. Я не знаю вкуснее борща, чем в утропром в духовке. Что я делал? Я всем всегда говорю, сделайте, пожалуйста. Дальше позволяет готовить в два яруса. То есть здесь у нас борщик, а здесь пангушечки с чесночком. Либо здесь, там, не знаю, картошка с мясом, здесь пирог. Классно же? Можно делать даже два яруса сверху положить. А скумбрию вообще запах. То есть и там можно делать курицу. То есть запах вообще не смешивает. А скумбрию вообще можно здесь прям помыл и бросил. Не солить, не в общем. Она как попченая. Да, кстати, вот в этой маленькой тоже две скумбрии шикарно готовятся. Прям не заморачивайся. Почистили и бросили. Вкус будет прям классный. Есть еще в сентябрьской программе на 2 литра. То есть, считай, почти половину меньше. Это для каких-то вторых блюд. Там ротатуй можно делать, что-то еще. Лазанью. Можно и скрыть. Да, кстати, здесь курица очень хорошо. Вот в эту, если поставить другой, и сверху ту накрывать. Да, накрыть. Да, кстати, я вспомнила, что курицу можно и вот так вот тоже готовить. Она так по жерсти получится. Так. В общем, вы выбираете нам свой вкус. Ту форму, которая вам. Начните с какой-нибудь одной. В любом случае вы захотите... Вот это и какой-то? Три с половиной. А это меньше, кстати, три с половиной. Представляете? Вот эта форма любимая моего мужа. Он здесь все время что-то делает. Мясо с овощами, без овощей. Баранью ногу умудряется уместить здесь, умещает. В общем, классная штука для каких-то вот таких невысоких, но вкуснячек. Там еще один нюанс есть, чтобы, если делаете там ногу или что-то, чтобы у вас вот эта сама нога, кость, не прикасалась. Вот, Александр, я скажу. Чтобы стенки, иначе она когда нагревается, может это. Да, если вы выбираете большую мощность в духовке, кость, она всегда нагревается чуть больше, да. И здесь максимальный температурный диапазон 250, а если у вас там еще и 250 градусов, то это будет все 300. И здесь может чуть-чуть деформироваться, да, от косточки может. То есть она должна чуть-чуть отодвинута быть от косточки. Да. Но у нас пока ничего не деформировалось, потому что я не разрешаю больше 200. Кости такой нет? Нет, вот барашка. Так, Наташ, давай ей заброс. Давай, расскажи. Расскажи. Все просто. 2 столовые ложки сахара. Та, это 3. А, 3 столовые ложки. 3 столовые ложки, но у меня молока не было такого, жидкого, сухого, поэтому мы добавляем 2 столовые ложки воды и сухое молоко. Дать всегда что-то новое. Та, ты ни раз так не делала? Когда молока нет, то получается. Да, ты тут уже знаешь, да, что получится. Та, яичко сюда разливаем. Та, яичко сюда разливаем. Так, это моя. Такие нет. Сколько там у тебя сухого? Ну, по-моему, уже было лица. Сухого? Был, был. Это наш любимый. Сухого? Я уже не давно был. 3 чайные ложки. 3 чайные ложки. 3 чайные ложки. 3 чайные ложки и столовые. Ну, как разливаем, молоко. Так что не далеко. В общем, 2 столовые ложки молока надо. Просто я не ехаю. Обычно в любом молока. Ну, мне кажется, у всех, по-моему, молоко, да, бывает? Ну, бывает, что не бывает. Сейчас в школе всем дают. У нас уже не дают. Нам дают. У вас в следующем поколении, да, еще растет. Ну, да. Так, теперь растительное масло тоже. 2 ложки. Был бы у нас этот рецепт. А, и у нас... Мы же вчера делали у нас амбрии, поэтому сегодня достали у нас. Ну, так. Вчера-то мы не пробовали. Конечно. Поэтому мы и... 3 столовые ложки. Муки 3 столовые ложки. Сейчас новый рецепт получится. Вообще, надо всегда смотреть. Вообще, у нас это не столовые. Может, там пасту Браво принести как раз для нее? Нет. Мы делаем все на глазочек. А кубачок-то, да. Вы это знаете. Можно попробовать. Вот люблю кубачок за то, что он принимает вкус других продуктов. А объем это больше получается, поэтому... Закрытие 3 грамма. О, на глазочек. Вот. Раз. Раз. А еще в этой зерноварке Таня готовит суп. Просто невероятно. Вообще, кстати, здесь получается очень вкусный суп. Овощи патамили с мясом. Да, брикадельки, либо курочку. Ну, что бы еще готовить. Патамили. Залей кипяточком. Еще на 5 минут поставили. Овощи вкусные. И порция. 550 миллилитров объем. В принципе, на двоих. Даже троих, может быть, да, порция такая нормальная. Вообще, это зерноварка для того, чтобы варить крупы. Рис, который мы не любим варить, потому что он вываривается там. Пирог. Пирог как бы безумно вообще. И, во-первых, у нее нет вот этой склизкости. Понимаете? Газов встану у нее присутствует. И какао. А зерноварки нет. Она однако одну. Что-то я даю. Что-то я забыла. Что-то как-то. Две столовые. Нет, да. И следить надо. Там рецепт у всех есть в чате. Следите. Контролируйте. Либо новый рецепт сейчас придумаю. Мне нравится, когда морковный пирог делаем. У меня страх он только не изменяет за рецепт. Все есть, кроме моркови. Нет, морковь обязательно. Просто туда мы находим. Короче, перловку, да. А крупы сколько? Вот у нас есть шейкер, да. Обычно спрашивают, сколько туда крупы. Вот крышка шейкера. Только крупы. И лучше всего рис для суши готовится именно в наших зерноварочках. Прям вообще. Покупайте рис. Любите вы суши? Делайте. У меня есть замечательный рецепт. Веснори. Прям целиком. Ну, смазываем там рисом, уксусом. Туда кладем этот рис. Ну, на 4 сектора, да, зрительно. Один сектор вот этим рисом готовым в нашей зерноварочке. Другой там рыбка. Творожный сыр. Что еще? Огурчик либо авокадо. Все. Ля-ля-ля. В 4 раз свернули, и у вас такой сэндвич получился. Легко, быстро. Все равно съедается быстрее, чем готовится. Поэтому мы не заморачиваемся вот этим кручением. Вот. Поэтому очень рекомендую вам рис для суши, который здесь. Ну, и обычный краснодарский рис. Гречечку, перловочку, да, что еще. Здесь есть вот эта замечательная крышечка пенокраситель, которая как раз не позволяет лишней пени выходить. Даже если вот сюда выйти, ничего страшного. Заполняем мы до метки максимум. Здесь она есть. Вот она, да. Так он. И нормальная, да? Ваше скутерская. Да. Кто хочет посмотреть, какая это нашла? Нет. Вообще давай покажем людям, чем. Сейчас вот там, Аня, ты видно, да? Вот такая вот чайка. Ну, как на оладушке. Да. Как густой симптаун, что ли? Не знаю, как сказать. Как раз не подносите. Да я же его не видела. Грант этот. Вот. Обычная такая густая масло. Ну, как всегда для бисквита мы делаем. Так. Ну, все. И ставим. Да, красиво. Силиконовым скребочком. Ну, уже ложечкой, да. И ставим. На самом деле все очень быстро происходит. Если у вас продукты рядышком, да? И опять же вот то, что у нас всегда есть. Ну, сухое молоко можно, да, там, запастись. Да, вот бывает, я не знаю, у кого как, но у меня может неожиданно все закончится. Поэтому я всегда стараюсь иметь сухое. Так. Все. Без крышки ставим. На две минуты. Без крышки. Варежка. Она же и прихватка. Она же поставка под горячее. Не обжигает руку. Какое бы горячее вы что ни брали. Одну точно надо. Как я говорила, одну варежку, вторую. Вот можно даже наша поставка, прихватка. Петелька повесить. Красота. Петелька. Самое главное, что вот если вы поставите сюда горячее, то лишница останется абсолютно холодной. Мне очень она нравится. Стильная. Опять же. Так. Черноварочка. Да, все. Петелька. 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 Сложители. Вот что там надо, чтобы циркулировал воздух. Все, что угодно. В принципе, лоток полный состав. Это вот вы заготовочки сделали там на новогодний стол. Вот так сложили. Потом разложили. Что-то остатки убрали. Тоже прямоугольный. Вам пригодится в любом случае. Когда-нибудь. Скидка на него очень. Кстати, очень много изделий. Скидка больше, чем вот даже были в предыдущих программах. Поэтому замечательный буклет сентябрь. Я очень довольна. Так. Следующее изделие. Прелестного цвета. Красненький нанчбокс. Это вот серия всегда с собой. Лайфбоксы, в принципе, нужны всегда. Пригодятся вам и для продуктов. И какие-то там украшения сложить. И все, что угодно. Красненький такой. Мне понравился цвет. Не знаю, как вам. У нас есть. Синенький, розовенький. Всегда в разных цветах они. И термосточек очень люблю. Это новинка. Кстати, вот у второго рекрута будет термос для еды. Я показывала. Он будет именно вот в этом стиле. Я показала там глянцевую Таню. Да. Будет вот в таком стиле. Крышечка, она же в стаканчик. Пробочку чуть-чуть отворачиваем. Мы можем так наливать. Горлышко достаточно широкое. Вы можете туда что-то положить. Там лед, какие-то травки, лимончики. Легко помыть. Танечка, у тебя уже это? А я и пол. Правда. Очень вкусно. Вот. Вот. Поэтому наши термосочки, вы знаете, они очень долго сохраняют тепло. До суток буквально. Да, если не открывается до 23 часа. Вообще, представьте, сколько? Шесть. Холодные, кстати, напитки здесь хранятся намного дольше, чем горячие. Не знаю почему. Вот так. Мне все время интересно, кто вот сутки держит закрытым, вот для чего? Смотри. Вот даже у нас здесь была ситуация, что на следующий день то ли воды не было, то ли света, вот чего-то не было. Мы налили горячую воду, и мы с чаем горячим зимой или когда там принято сучили. Бывают такие ситуации. Мне просто интересно, если ты с собой берешь дорогу сутки, ты же сутки его не держишь, правильно? Ты же все равно пьешь его. Ну, мало ли. Ну, если так только проверить. А если запасную термоса? Ну, тогда согласна, да. Один пьешь, два запасных. Ситуации разные, на самом деле, бывают. И иногда думаешь, вот как раз вот сейчас бы так пригодился. Вот. Поэтому, надеюсь, применение. Так, про силиконовую кисточку. Моя любимая кисточка. Есть? Нет? Есть. Рассказывать? Да. Она, на самом деле, во-первых, мне нравится то, что она прячется. Понятно, что подвешивать можно, здесь за крючок зацепить, за чашечку можно. Какие у нее еще замечательные особенности? У нее есть внутри такой вот язычок, который собирает, допустим, чем вы там, растительным маслом смазываете, или белок, или желток, да, водичкой там хлебушек сверху, чтобы корочка была. Она идеально распределяет, благодаря вот этому язычку, который аккумулирует вот эту жидкость, она распределяет равномерно по поверхности там продукта. Дальше. Что еще? Мне очень нравится, что ее можно всю разбирать и промывать. Причем здесь вы не ошибетесь, как вставлять обратно. С одной стороны широкое, вот такое отверстие, да, с другой узкое. То есть вы не перепутаете. Аня, умеешь, да, промываете, выворачиваете. Она делится вот здесь вот на три части. Поэтому если у вас там что-то застряло, то вы в принципе вот это вот все можете разобрать. Все равно. Но зато хоть моется, не как эти дешевые. Да, да, да. Все отлично мыть. Санечка, ты знала? Нет. Я знала, что ты не знаешь. Я вижу, что ты не знала. Нет, она чистенькая на самом деле. Но уже можно ее помыть, да. Вот. И собираем достаточно легко и вставляем тоже. Вот здесь вот узкая с узкой частью, широкая с широкой. Никто на самом деле не знал. Вот. Поэтому я рада, что вот для кого-то моя информация полезна. Все, пожалуйста. День, вот можно выукрасить. Кстати, да. Молодец. А, девочки, мне сказали, что она лучше всего наносит маску вот этой штучкой. Вот. Поэтому надо две. Одну для кондитерки, другую для масочки. Здесь пирожки смазываешь. Велком. Они у нас, да, вот в двух цветах. Кстати, есть у нас синяя, а есть вот такая цель. Так что обязательно. Ну и мой любимый ковш. Теперь наконец будет у Танечки. У тебя не было такого? Нет, я давно не мечтала. Я долго думала, зачем, потому что у меня уже, по-моему, вся коллекция от шефа. Я думаю, зачем мне литровый, когда у меня куча других объемов. Вот каждый день у нас и дети, и мы с мужем что-то в нем варим. Какие-то соусы, яйца, вот что-то небольшое, разогреть, даже поджарить. Постоянно вот этот литровый ковшик. Вот. Что хочу сказать. Вообще, чем характеризуется вот эта коллекция от шефа. Если вы попробуете, она очень тяжелая. Пятислое дно, трехслойные стенки. Очень много блюд можно готовить и нужно готовить именно в таких толстостенных посудинках, да. И получается вкуснее, пропитывается лучше. И вот здесь вот очень много значения крышке придается, потому что у него вот этот бортик, он немножечко увеличенный, да. И вы можете готовить еду и выключать за 15 минут до окончания приготовления. И вот за 15 минут она идеально доходит еда, в смысле. Вот. Поэтому, если вот есть возможность приобрести еще изделия более больших объемов, то вы можете вторые блюда, первые. Замечательный вкус. Вы тоже не опишешь словами, но у кого есть уже эта коллекция, все говорят, ну вкус реально другой. В общем, ладно, мы взрослые, да, я говорю, мы знаем цену, нам в любом случае будет вкусно. А дети, которые начинают есть уху, которую никогда в жизни не ели, потому что она здесь вкуснее. Какие-то блюда, которые, опять же, раньше не ели, но вот здесь такой вот, опять же, как и ультра-про, вот уникальная вот эта технология приготовления. Здесь уху из красной рыбы варят, никак не из этих бошек, которые на рынке продаются. Поэтому она вкуснее. Здесь есть бошек, как ты говоришь, тоже будет вкусно. И у него, вот видите, вот эта форма такой вот, как раньше глиняные горшочки были пузатенькие, то есть это циркуляция, пара, да, ну здесь все тоже продумано. Кстати, у нас продуман этот элемент, то что у вас конденсат с крышечки скапывает вниз. Очень люблю эту коллекцию. И опять же, при покупке кокошка вы получаете силиконовый скребочек. Кстати, мне очень нравится то, что обычно у нас за первый конфиг сон какой-то, ну не сильно дорогостоящий изделие в пределах 600 рублей. Стоимость силиконов скребочка в каталоге, что-то, что-то прям очень, ну да, вот даже на программе августа, да, то есть, ну, ланчбокс. Не сравните, конечно, с силиконом, да, поэтому вот шикарный подарок за первое профессионное. Вот на первые два точно я бы, по консультантам, как-нибудь бы вышла. Так, а уж вам-то всем с вашим опытом. Так, дальше, РКшечки. 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 Что это такое? Это радосток консультант, как мы называем. То есть, изделие с очень большой скидкой при выходе на определенный уровень продаж. Если вы выходите на 5 тысяч, то вы получаете компактус новинка 350 миллилитров за 349 рублей всего лишь. Чем характеризуются новинки? Что это за компактусы? Это вот с такой петелькой. То есть, вам даже с самой высокой полочки и с самого неудобного места легко его зацепите. А с обратной стороны вы легко его откроете. И плюс, видите, здесь такая пружиночка. То есть, вам не надо ее открывать, там грязными руками куда-то убирать. Все, у вас она всегда на месте, не потеряется крышечка. Плюс, у кого есть кофе, то ложечка, моя любимая из баночки кофе, сюда классно встает, и вы можете себе что-то сыпать. Она не в комплекте. Она не в комплекте. Да, Литра, ты тоже можешь. Я люблю другую ложечку. Ну, с таким вот ручкой, такого небольшого этого, да, 5 миллиметров, наверное, ручку ширина. Ну, то можно, конечно. Вот. Лучше приобрести емкость кофе. Такая у нас была вот на днях, да. Так, ну и при заказе у нас там 10 тысяч рублей. Давно очень не было. Кондитерский шприц, значит, 699 рублей. Подставочка. Сюда заполняем, то есть, устанавливаем, чтобы у нас, да, здесь износика ничего не было. Заполняем какой-то мастер, который вы будете изукрашивать имбирные прянички, либо тортики расписывать. Дальше вот эту вот штучку закрываем и берем и красиво-красиво пишем там днем рождения надежды. Вот. Такая штучка. Что я вам еще не рассказала? По-моему, все. Про скоромарочку. Пятитапная схема в демонстрации изделия. У нас, скажем, буклетики есть эта схема. То есть, как показывать, как рассказывать. Мотивация и штучки получает у нас менеджер в подарок. Менеджер даже еще бутылочку вот новый менеджер в этом месяце получит. В общем, программа замечательная. Мне очень нравятся и подарки, и новинки, и вообще сентябрь классный месяц у нас будет. Вы с вами согласны? Да. Смотрите. Поехали. 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 Продолжение следует...